итак продолжим наше обсуждение ну хорошая работка может быть даже не работа работа все такое трудоемкое вот так мельком и не скажешь что здесь не так так общо все так может быть одинаковые вот эти вот дыры стене и нет ощущения стены здесь здесь есть ощущение стены а здесь такое впечатление что утолщить что ли стены но как-то неестественно звучит тоже это или стекло зеркало или какой-то тканью пластиковой за шторина непонятно то есть у вот этих амбразур окон самое темное место вот здесь а здесь уже клубится воздух и освещенные предметы внутри помещения свет заходит и поэтому здесь чуть светлее а вот здесь темнее амбразура окна темнее вот здесь тоже касается этих мест и этих но так чертежник работал ну и в общем то живописно по мазочкам все хорошо так культурка есть исполнительская вполне свет тень более-менее разобраны хотя вот этой стене не хватает тени вот это и хватает света а вот это не хватает тени ну что здесь явная тень здесь должна быть явная тень здесь свет здесь свет здесь свет здесь прямой здесь скользящий ну видно источник света бьет по 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 скользящей к этой части стены. Ну так, если не придираться, то идеально. Но так вот, нашел к чему придраться. К девушке Даши Семенюк. Руслан Никанкин, как всегда, хорош, убедителен, легок. Хотя, ну, кому-то, наверное, нравится такая затея. Ну, нормально, добротно. Опять Никанкин. Ну, вот Никанкин у нас копирует разные работы. Копирует, а может какие-то пишет с натуры. Мы видели образ этого известного певца. Так он с фотоматериалом, то есть это творческое прочтение. Здесь явная копийка. Ну, в общем-то, хорошо. Хорошо. Так вот, к этим странным пернатым хочется придраться. Человечки хорошо сели. Вот, а можно и не придираться. Очень невкусно звучит, когда, вот именно невкусно звучит, когда вот такой столб до возле края картины, параллельно краю. Никогда ни деревья, ни столбы старайтесь не ставить прямо параллельно. Но пусть бы этот столбик, либо имел лёгкий наклон, бывает так, что столбики наклоняются, ну, либо отставить его чуть дальше на картине от края. Представьте себе, 0,7 мм ещё съест рама, и он будет, ну, как странное вдоль рамы. Ну, вот, вроде бы нашёл, что критикнуть. Руслан Никанкин опять. Хорош, убедителен, лёгок. И грубоват. Так, Никанкин, получай. Там у тебя столб стоял здесь, а здесь вот эта странная линия перечёркивает картину. Что она здесь, эта линия делает? А если она и делает, то пусть она хотя бы не разрезает, пусть она будет бледной, как вот здесь. И пусть она покажет своё движение по плоскостям. Дурная линия. Дурная чернота. То ли дырка в холсте размером с такой кусок, тоже пустоты в холсте, дыры. То есть черноты не должны быть настолько чёрными. Вот у тебя, смотри, вот чуть-чуть там какие-то еле звуки. Ну, пусть бы оно не было таким чёрным. Хотя каркас картины чёрный может существовать в картине. Но тогда он должен быть подтверждён везде в картине. А это дыра. Дыра в картине. Так, получил? Татьяна Макс. Ну, хорошо так по-японски. Вполне. Даже как бы и не придерёшься. То есть такая а-ля Ну, как бы иконографичная живопись. Декоративно. Молодец. Так, опять со сложной фамилией и именем. Цветочечки. Слишком похоже на звёздочки, а не на цветочечки. Вот особенно эти. Похоже на кляксу, плюхнутую на холст. Чересчур они кляксы. Всё-таки чуть-чуть они должны быть похожи на цветки. Вот именно они похожи на звёздочки. То есть вот эти вот несколько цветочков портят вид. Немножко грубовато, немножко простецки. Ну, так может быть. То есть, в принципе, это живопись. Сергей Перешитов. Очень трогательный индейец. Явно духовно развитый. Вот на иконах русских глаза смещают к переносице, чтобы показать сосредоточенность ума. Он явно сосредоточен. Но только на иконах этот сосредоточенный взгляд не выглядит глуповатым. А здесь, поскольку индейец и не просвещен христианством, выглядит глуповато. А так, ну, индейец, вполне индейец. Я бы даже такого бы повесил где-нибудь у себя в доме. Он бы висел, я знал. Вот индейец. То есть, такой живой индейец. Технически справился с задачей. Так могло бы быть вполне. Никаких таких особых нарушений не видно. Ну, кроме вот этого, как бы, примитивизма исполнения. Но примитивизм, сам по себе, это язык живописи. Это не примитивно, а примитивистично. Так, Анастасия Катунина собачку выставила. Карандашечек, цветные карандашечки. Видит форму, видит объём. У этого рисунка есть проблема серости. Вот есть такое понятие серый рисунок. Когда нет акцентных проявлений. Нет акцентных проявлений чёрного. Хотя здесь мог бы быть чёрный. Вот здесь чёрный. И вот здесь где-то чёрный. Именно чернота звука. Напряжённость звука. И может быть, поскольку здесь и светлые использовались, может быть, где-то и светлые звуки, чуть-чуть бликовательно, тоже бы создали напряжённость рисунку. Вот что называется серый рисунок. Хотя объём видит. Рисунок видит. Пропорции видит. Так, Алла Харчук. Миленько. Ну, даже не знаю, что ещё сказать. Миленько. Ритм в картине есть за счёт этих мазочков. Ну, и есть художественные достоинства уработки. В общем-то, такого рода живопись не подразумевает какой-то сверхъестественной техники, что даёт возможность ей быть, ну, как бы, убедительной. Сергей Тюкин. Классная работа. Гуашь, наверное, или акрил. Прикольная работа. Может быть, ядовитое пятно. Всё-таки взята монохромность. И вдруг ядовитое пятно. Если бы в нём были бы коричневые, розовости, розовости, коричневости. То есть, рефлексы этих цветов на этот яд было бы лучше. А так, очень симпатично. Отличная работа для кухоньки. Сергей Тюкин опять. Ну, первичный хаос. И грибочек тут, и ножичек. И вообще целая серия грибочков. И деревья меньшего размера, чем грибочки. Ну, хламничек полный. Хотя, посмотреть на это приятно. Как-то так. Так, Виталик Михайлишин. Очень геометрично, очень геометрично звучит вот эта линия. Слишком геометрично для водяной среды. Слишком геометрично. Слишком по вот такой траектории облака. Ну, пусть бы там где-то они сделали какой-то рубленный характер. А они прямо выстроились. Блины вот эти тоже скучноваты. Чернота излишня. Излишня чернота. Дальше пойдем. Ну, такие уже коляки я не буду это самое оговорить. Елена Бостынец. Ну, попытка выполнить вот эту задачу. Я знаком с этой задачей. Попытка выполнить эту задачу. Произошла достаточно. Ну, я вижу, что человек сейчас совсем на ранней стадии. Но произошла. То есть, это была попытка выполнить задачу. Здесь она не выполнена. Вот этот хвост не выполнен. Выполнена и вот эта. В некотором смысле, и вот эта задача. Ну, будем считать, что... Не комом первые блины. Вадим Агафонов. Ну, зарисовки отрока в альбомчике школьном на летнем отдыхе. Ну, уже очень по-детски как-то все решено. Может, это отроки писал. Так что, может, все соответствует. Елена Мазина. Ну, ничего. Ничего. Такой уровень художественной школы. По старому образцу девятого класса средней школы и третьего класса художественной школы. Такой, хороший, отличницы, ученицы третьего класса художественной школы. Видно, что некоторый опыт рисования уже сложился. Это, ну, как-то немножко, то ли, ну, обыкновенненько, как бы, вот, форматно, в формате третьего класса художественной школы. Ну, тоже примерно так же, хотя по-своему стильная вещица, симпатичная. Ольга Соболева. Ну, выполнялась задача. Выполнялась, видно, что выполнялась. В общем-то, особых претензий и нет. Могло бы быть так вполне. Впечатление, что это чуть ли не акварелью написано. Хотя, надеюсь, всё-таки масло. Вот, ну, прикольненько. Чуть, может быть, рисунка не хватает в цветках всё-таки. Уж очень они натяп-ляп. Но движение в правильном направлении было. Просто немножко, как бы, не хватило то ли усердия. А может, и не надо. Вот на каком-то этапе стоят вот такие работы. Если вот миленько получилось, то и отложили. И незачем их там замучивать. И пробовать больше. Хорошо. Тоже хорошо. Разумненько. Даже с ритмами какими-то вот этот ритм симпатично произошёл. Вот он, вот он, помигивает, помигивает. И даже здесь чуть-чуть. Хорошо. Ну, ровно, ровно работает автор. То есть, это уже автор. Для какой-нибудь провинции, нормальный художник себе. Ну, то есть, верной дорогой идёте Ольгу Соболеву. Зарисовка отраковицы. Может быть, это отрак. В альбомчике на летнем отдыхе. Учащийся художественной школы второго класса. Третьего, может быть. Ну, даже не знаю. Нет выполненных задач. Нет оглядки на классическую живопись. Ну, и нет некой самообытности, от которой бы дух захватило. Ну, или хотя бы предчувствие самообытности. То есть, ну, так всё. Борис Федерягин. Отличная работа. С ритмами импрессионистичными. Ритмами называются вот такие в одном направлении мазочки. Мазочки в одном направлении. Вот они прямо. Очень хорошие. Очень симпатичные. Такой импрессионист рождается. Если это не единичный случай, то это, конечно, хороший старт. В нужном направлении. Умненько. Хорошо. Так, опять наш Никанкин. Но молодец. Грубоват немножко. Но хорош. Ну, постепенно начнёт утоньшаться сознание, утоньшаться возможности, увеличиваться арсенал, и всё будет идеально. Я думаю, через два года полноценный художник вольётся в следу хороших художников. В верхнем, так сказать, верхнем эшелоне художников будет. Не в среднем, не в нижнем. То есть, через два года, я думаю, мы увидим и будем, а, ну это же Никанкин. То есть, здесь безупречное движение. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Я бы даже такую работу, наверное, купил бы для себя. Вот для себя столкнулся бы с этой работой. Я бы, наверное, купил. Повесил бы. Прямо в зале бы повесил бы где-нибудь. Вот такая салаба бы на меня смотрела. В таком лесу. Класс. Сергей Тюкин. Хорошо. Очень хорошо. Вся середина хорошо. Вся середина хорошо. Слишком однороден окружение. При такой активности середины могло бы какой-то ритм-мазочка появиться. Ритм-мазочка появиться. Уж очень крашеное. А серединка отличная. Очень. Ну вообще. Какие живые. Какие живые. Я бы прямо не оставил это в незаконченном состоянии. Ну, в смысле, я понимаю, что автор, наверное, уже считал, что он закончил. Накидал бы немножко мазочков. Ну, хоть какой-то ритм. Хоть какой-то движуха в фоновые пятна. Очень симпатичная работа. Так, здесь я не пойму, что это подразумевалось. Здесь вы видите декоративные вещи к живописи. Так. Тоже вот непонятно. ПМА. Или я не знаю, как это считается. Ну, пока еще не о чем сказать. Пока видим желание изображать. Евгений Анфиногенов. Знакомая всем работа. Девушка с сережкой. Жемчужной. Ну, хорошие планы копировать мастеров, исследовать мастеров. Ну, немножко само исследование не допроизошло. То есть, каким-то своим путем пошел исследуемый, исследуя великое. То есть, техническую задачу, как бы, не довыполнил. Шел по какому-то своему сценарию. Вместо того, чтобы все-таки расследовать сценарий этого великого нашего. Вот, так что, не нашего. Так что, хотя человек рисунок чувствует, композицию чувствует, глаза смотрят на нас, чувство пропорции есть. Ну, советую заняться исследованием и расследованием того, как делал он. Мария Лукьянова. Ну, грубенько. В общем-то, задача выполнена. Ну, грубенько, немножко даже примитивненько. А, в принципе, задачу, которую ставил перед собой автор, выполнил на своем уровне. Так особо не придерешься. Забавная работочка. Очень забавная. Ну, непонятно, что сказать. В общем-то, задачу тоже автор выполнил. Ну, в принципе, вот, язык примитивизма есть, поэтому так особо и не придерешься. Потому что примитивизм имеет право на такое детское изображение. Потому что язык примитивизма, как средство выражения, здесь налицо. Может быть, к этому языку, к этой активности рисунка в нижней части не хватает, ну, хоть каких-то звуков в верхней. Может быть, даже за счет густой краски просто наляпать, как у Ван Гога, вот эти густоты, густоты. А может быть, даже крутелики, крутелики. То есть, нижняя часть перегружена, верхняя пустая. Это у нас был. А, со сложной фамилией. Руслан Никанкин, как всегда, хорош. То есть, если не придерешься ни к чему, хорош. Так, Сергей Тюкин со своими вырезанными предметами. А, 5, 25, очень вырезанные предметы. Слишком, как бы из бумаги вырезаны и положены. Из бумаги и положен. Из бумаги и положен. То же самое. То есть, вот эта вырезанность, ее легко лечить. Но нужно пойти к доктору. То есть, вот это педантичное вырисовывание. Ну, я имею в виду к доктору, к опытному художнику, который знает, как с этой вырезанностью бороться. Поэтому рекомендую. Сергей Тюкин. Симпатичная работа. Я думаю, та женщина, у которой висит эта работа, очень довольна ее. То, в общем-то, и не придерешься особо. Волосы немножко пакля, рвакля-дракля. По сравнению со всем остальным, что более-менее сделано. Старайтесь на шее не демонстрировать свои немощи. Вот если взять отдельно шею, такое впечатление, что ствол дерева рисовался. Делайте из нее мраморную колонну. А не ствол корявой коры дерева. Ну и с волосами тоже стоит подразобраться. Чтобы это были не грязные пряди, а чистые. Вы видите, они прямо сбились от грязненькости, от потненькости. Сбились в такие шланги. Это типичная проблема, поэтому надо с ней тоже подразобраться. Так, с необычной фамилией, опять. Но мощненько. Мощненько, но скучненько. Так, Аннет. Ну, такая попытка импрессионизма. Недолет до импрессионизма. Или наоборот, перелет уже. В некоторых местах недолет, а в некоторых перелет произошел. Вот здесь хорошо. Вот здесь импрессионично. Импрессионистично вполне. В этих звуках импрессионистично. И вдруг перелет. Слишком чертежный кусок. Слишком чертежный кусок. Импрессионизм, он и это разбивает на рябь. На рябь разбивает. И это разбивает на рябь. Вот человечки, рябые. Хорошо, человечки. Вот я говорю, то перелет через импрессионизм, за импрессионизм, то недолет до импрессионизма. Слишком вырезанно. У импрессионистов все в этой рябь общение неба с краями предметов. Жестковат рисунок в некоторых местах. Сергей Тилкин со своими вырезанностями. Ну, в данном случае красивая вырезанность. Красиво. Умеет вырисовывать. Ну, в данном случае очень удачно. Хорошо. Хорошо. Сергей Перешитов. Эффектная работа очень. Вот чем хороша такая живопись. К ней не придерешься. Хороша. Эмоционально. Выразительно. И вот не придерешься. Хорошо человек рисует или недостаточно хорошо. И не поймешь. Звучит. Горб на переднем плане. На груди. Ну, он как-то прощается полностью. Вот была бы она натуралистична. Здесь был бы угадывался явный горб. А поскольку она эмоциональна, то и непонятно. То ли второе плечо дальнее. То есть, вот, опять же, язык живописи выбран соразмерно своим возможностям. Отличный выход из положения. Отлично. О, вот. Дверить. Дверить. Продолжение следует...